18 января в Крещенский Сочельник в православных храмах совершается богослужение с чтением Паремий, отрывков из книг Священного Писания и Божественной Литургии святителя Василия Великого. Все богослужебные тексты этого дня посвящены крещению Господню. После совершения Божественной Литургии освящают воду чином Великого Священия Воды. Второй раз вода освящается 19 января, в День Богоявления, и иначе называется Великая Геасма, Великая Святыня. Уже сегодня совершилось Великое Священие Воды, и вода имеет такое же свойство благодатной, освященной крещенской воды, как и 19 завтра в день самого празднования Крещения. Поэтому уже сегодня эту воду можно употреблять, окроплять в ней училища, свои дома, квартиры, детские комнаты, в окнах. Постарайтесь, придя домой, с этой водичкой, отопить свои помещения, место в вашем пребывании, особенно где вы трудитесь. Если у кого есть больные, родные, близкие, соседние, которые не смогли прийти в храм, поделитесь этой водичкой и напомню, что капля этой воды море освящает. В этот день на берегу реки Кубань, вблизи храма Рождества Христова, были проведены работы по установке понтона для крещенских купаний. А силами сотрудников МЧС было проверено берегоукрепление и состояние дна реки. Напомним, что купание в реке в День Богоявления не является церковным обрядом. Это всего лишь народная традиция празднования Крещения Господня. Поздравляем всех православных христиан с крещенским сочельником. Редактор субтитров А.Семкин